В эфире итоговая программа неделя в Тагиле в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте. Настало время узнать о главных событиях пятницы и уходящей рабочей недели. В начале по традиции основные темы выпуска. Крупные сетевые компании. Почему в их магазинах почти нет продукции местных производителей? Готовы ли они, работая в городе, делать что-то на его благо? Можно ли убежать от гипертонии, как 3000 шагов спасут от опасной болезни? Музей на берегу пруда. Начались работы по восстановлению Демидовской дачи. Как она будет выглядеть и какие экспонаты разместят там? Тема недели. Рубрика «Прямая речь». Глава города Сергей Носов выскажет свое мнение на самые значимые события недели. Начнем выпуск с событий пятницы. Крупные сетевые компании. Почему в их магазинах почти нет продукции местных производителей? Готовы ли они, работая в городе, делать что-то на его благо? В администрации города широким кругом обсуждали сегодня острые вопросы. На территории города действуют 10 федеральных и региональных торговых компаний. Это в общей сложности более 130 объектов. Руководители тагильских предприятий пищевой промышленности говорят, что найти рынки сбыта и конкурировать с производителями из других регионов становится все сложнее. В итоге наша продукция не доходит до тагильчан. Между тем, по данным Роспотребнадзора, 90% жалоб на качество товаров, приобретенных в сетевых магазинах, находят подтверждение при проверке. Некачественная продукция тоже на сегодняшний день имеет место быть. И это нам помогают жители Нижнего Тагила выявлять. Практически мы по жалобам, то есть население у нас становится с каждым грамотнее и грамотнее. И пишут нам, когда по масло-жировой продукции, когда нарушается технологический регламент, а по консервированной продукции тоже мы смотрели, это имеется в виду и тушенка, и сгущенка. Затронули и тему чистоты. Главы районов отмечают халатное отношение сетевиков к содержанию прилегающих территорий. Заключение договоров на вывоз бытовых отходов. Тагильчане недовольны тем, что огромные фуры въезжают в кварталы. Мы будем ограничивать въезд, причем очень жестко, ограничить въезд на территорию города большего уровня. У нас есть логистичный файл. В данный момент это можно использовать и нужно использовать. И он есть перспектива развития. Нет вопросов. Берите, развивайте. Представителей торговых сетей Сергей Носов призвал обратить внимание на внешний вид магазинов, привести в порядок свои территории. Убрать оборудование с фасадов домов и в целом прислушаться к прозвучавшим замечаниям. К другим темам. Дети шагают от гипертонии, сбежать от опасной болезни. Им помогают врачи пятой детской поликлиники. Сегодня они провели шествие. Дружной колонной прошли ровно 3000 шагов. Потому что в наш век информатизация и сидение за компьютерами, как родителей в офисах, так и наших детей у компьютеров, становятся актуальнейшей проблемой. И поэтому мы хотим, чтобы все откликнулись и каждый день проводили хотя бы 3000 шагов к своему здоровью. Сегодняшняя шага терапия, чтобы побудить детей и родителей к активному образу жизни. Так медики пятой детской поликлиники уже начали отмечать Всемирный день здоровья. На календаре он 7 апреля. В этом году проходит под эгидой 3000 шагов от гипертонии. Инициатором акции стало молодое подразделение медучреждения. Клиника дружественная к молодежи. Медики говорят, гипертоническая болезнь молодеет у детей с 10-12 летнего возраста. Отмечают повышение артериального давления. Так что профилактика здесь на первом месте. И еще одна акция с участием школьников прошла сегодня на улицах Гальянки. Дети призывали взрослых соблюдать правила пожарной безопасности. Раздавали листовки и собственные рисунки проводили различные конкурсы с призами. Не следует забывать об опасности подобных травяных пожаров. Дело в том, что погода по весне очень изменчива. И даже незначительное изменение ветра может привести к тому, что небольшой очаг возгорания превратится в огромный пожар с тяжелыми последствиями. В акции «Любимый город без пожаров» приняли участие дружины юных пожарных 80-й и 81-й школ. Такие объединения действуют в образовательных учреждениях с 2007 года. Рождать радость – дело художника. В этом уверены участники выставки «Мечты и грезы». Сегодня ее итоги подвели в детской художественной школе номер один. Вопреки традиции, работы свои выставили не ученики, а их наставники. Анна Хабарова продолжит. Олег Масленников приехал на выставку из Невьянска. Там он учет детей творить шедевры. До этого привозил работы учащихся, а сегодня он сам принимает участие в кустовой выставке. Идея картины «Камень», рассказывает, появилась во время путешествия по Уралу. Этюдного характера у меня эта картина. Я вообще люблю только выплеснуть эмоции и как бы слишком долго не засиживаться над картиной. Душа попросила, выплеснул, рассказал все, что хотел и успокоился. Выставкой «Мечты и грезы» все желающие уже смогли насладиться. Она открылась месяц назад. В зале около ста работ 49 художников в разных жанрах. Живопись, графика, роспись по металлу, керамика. Авторы – преподаватели детских художественных школ из городов Горнозаводского округа. Жюри – специалисты педагогической академии. Почему выставка преподавателей творческих работ? Потому что у преподавателей нет возможности постоянно выставлять свои работы. Потому что мы все в своей работе с учащимися. Мы выставляем в основном работы наших учеников и гордимся их успехами. У нас остается очень мало времени на свое личное творчество. Организаторы уверяют, выставка будет проходить ежегодно на базе детской школы номер один. К сотрудничеству надеются привлечь еще больше городов. Все участники нынешней экспозиции получили дипломы и благодарственные письма. Анна Хабарова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Разбираться в пернатых учат детей в Музее природы и охраны окружающей среды. С 1 апреля там отмечают Международный день птиц. На Руси люди всегда с нетерпением весной ждали перелетных птиц, потому что прилет птиц ознаменовывал начало пассивных работ, изменение погоды. То есть люди ждали добрых вестей, пекли жаворонков из теста, строили скворечники, выпускали птиц на волю. Эти традиции в музее решили возродить. Пригласили дошколят и их стали учить птичьим наукам. В программе «Викторина из жизни птиц» конкурс «Угадайка. Игра пернатой лото». Мастер-классы по росписи яйца, ригами и лепке жаворонка из теста. Завтра всех тагильчан с детьми ждут в Музее природы. И это были события пятницы. После небольшого блока полезной информации подведем итоги недели. Смотрите далее в выпуске. Взрыв газа в жилом доме, региональный сбор МЧС и возможность появления в городе танкового заповедника. Радостные и трагические события каждого дня в обзоре новостей недели. Музей на берегу пруда. Начались работы по восстановлению Демидовской дачи. Зачем старинному особняку вторая жизнь? Как он будет выглядеть и какие экспонаты разместят там? Тема недели. Рубрика «Прямая речь». Глава города Сергей Носов выскажет свое мнение на самые значимые события недели. В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». С вами Алла Кузнецова и мы продолжаем. Каждый день мы рассказываем вам о самых значимых событиях в городе. Предлагаю вспомнить, какой была эта неделя. Обзор далее. Детская шала с ценой в жизни. Тело школьника нашли в карьере. Накануне с другом они катались со склона в зоне обрушения шахты Магнетитова. Мальчик упал на глубину более 100 метров, выбраться не смог. Погиб, по предварительным данным, от переохлаждения. На грани обвала мост, соединяющий окраину Ольховки с внешним видом, осыпается. Его обрушение оставит людей без продуктов, отопления и воды. Конкурс на ремонт дамбы проводился, но желающих его выиграть – нет. Вооружились фотоаппаратами и поймали фотосмешинку. Выставка с таким названием открылась в Центре по работе с ветеранами. Приурочена она ко дню смеха. Примерили форму пожарных, опробовали спецоборудование огнеборцев. На этот раз они школьники, а главы муниципалитетов. На полигоне «Старатель» во вторник начался региональный учебно-методический сбор МЧС. Тагильские врачи отказали в помощи ребенку-инвалиду. Сразу в четырех медучреждениях отказали сделать рентгеновский снимок. После обращения матери в администрацию города по этому случаю была создана специальная комиссия. Подобное обещают медики больше не повториться. В Тагиле революция «Екатеринбург» на подмоге с речами и лозунгами вышли на сцену драматического. И тут же получили отклик от жюри. Очередной областной фестиваль-конкурс «Золотая кочерыжка» состоялся в театре. «Танкпромвек-20» – первая научно-практическая конференция открылась в среду на Уралвагонзаводе. Посвящена она истории танковой промышленности. Обсуждали создание танкового заповедника на территории Нижнего Тагила. Радуга здоровья не подарила. Тагильские пенсионеры в очередной раз купились на уловку мошенников. Приобрели дорогостоящие медицинские аппараты. В их случае – бесполезные. При покупке, говорят, их просто зомбировали. Взрыв в жилом доме. В четверг утром в квартире дома на Октябрьском проспекте произошел взрыв бытового газа. Пострадал один человек. С ожогами третьей степени он госпитализирован. К ЧП привела неосторожность хозяина квартиры. Лесной зверек в большом городе пушистого зверя на верхушке дерева во дворе Демидовской больницы заметили пациенты медучреждения в четверг. Снять животное спасатели отказались. Это уже не первый случай, когда в город захаживают гости из лесов. В Тагиле будет музей на берегу пруда. Начались работы по восстановлению Демидовской дачи. Здание 19 века много лет было бесхозным и разрушалось. По инициативе главы города старинному особняку дадут вторую жизнь. Как он будет выглядеть и какие экспонаты разместят там, смотрите специальный репортаж «Тема недели». Здание было построено в первоначале в него готическом стиле, хотя здесь присутствуют элементы традиционного русского стиля. Так выглядела Демидовская дача в 1843 году. Планы созданы французскими картографами. Сейчас от первоначального облика усадьбы практически ничего не осталось. В начале 20 века здание сменило множество хозяев, которые преображали его на свой вкус. В результате чего изменили до неузнаваемости и нанесли большой урон. Но этот факт строителям не помешает. В музее-заповеднике сохранились уникальные первоначальные чертежи здания, где расписано все вплоть до точных размеров. И можно видеть, что как раз она была выполнена, судя по плану, в лучших традициях английской загородной усадьбы. Состояла и, собственно, дома, дачи, двух флегелей, в которых располагались вспомогательные службы. На Невьянский тракт выходили две привратницкие, а два кирпичных забора отделяли парк, прекрасный парк, выстроенный, вернее, парк, который был сформирован в стиле английского пейзажного парка. Построено здание было примерно в 1837 году. Первым его владельцем был инженер и изобретатель Фоти Швецов. Под его руководством строились медиплавильные цеха, внедрялись новые технологии изготовления железа и стали. После его увольнения дача была куплена заводоуправлением Демидовых. До сегодняшнего дня сложность ее восстановления была в том, что ни в один из реестров охраны памятников здание не входило. И только сейчас финансы нашли. И найдены ресурсы, финансовые источники для того, чтобы мы смогли уже в этом году попытаться осуществить все-таки реконструкцию этого здания, восстановить его первоначальный облик. Но изучив и проведя экспертизу состояния этого здания, специалисты, строители оценили, что ряд конструкций, он, конечно, настолько обветшал, что просто требует замены. Но это совсем не значит, говорит Владимир Капкан, что дачу разрушат полностью. Сохранят фундамент и цокольную часть. Остальное возведут и отреконструируют. Восстановление этой дачи должно быть закончено к сентябрю текущего года. Сроки, конечно, очень маленькие, но при желании и коллективных усилиях строительных организаций, администрации города, сотрудников музея, я думаю, что эта задача может быть выполнена. После чего дадут возможность познакомиться с историей тагильчанам. Демидовская дача станет одним из структурных подразделений музея-заповедника. Есть достаточное количество предметов быта того времени. Есть достаточно много в фондах музея предметов, которые могут быть представлены и раскроют полнее эту эпоху и облик этого здания. В усадьбе будет презентационно-выставочный зал. Намерены восстановить и рабочий кабинет горного инженера Фотия Швецова, первого владельца здания. А что думают горожане по поводу исторического значения Демидовской дачи и необходимости ее восстановления? Наши корреспонденты вышли на улицы города и провели опрос. Памятник, конечно, исторический. Очень хотелось бы, чтобы его восстановить. Это, наверное, историческое значение. Для города очень важно. У меня просто смутилось, что капитальный ремонт напоминает полное разрушение здания. Вот и все. А так, конечно, давно надо это было сделать. Я поняла, что это будет выставочный зал, по-моему, да? Замечательно. Я считаю, для города это очень актуально, исторически это очень важно для города. Все возмущены, вообще все возмущены. Одна память была о Демидовской даче. Никто не ремонтировал ничего, а сейчас кому-то место надо. То, что реставрировать старое здание, это очень хорошо. Я как тагильчанин, вот мне 82 года в этом году. Я родился здесь и как бы состарился. Но я считаю, что это хорошее мероприятие. Тагильчанам только радоваться надо. Ну, я думаю, это замечательно, когда восстанавливается исторический облик города. Молодцы! Чего же я могу сказать. О реконструкции Демидовской дачи, а также о других важных событиях недели поговорим с главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым. Буквально через минуту он появится в нашей студии. Оставайтесь с нами. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается. И в рубрике «Прямая речь» о значимых событиях недели беседуем с главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым. Добрый вечер, Сергей Константинович. И главная тема сегодня – это строительство и благоустройство. На этой неделе началась реконструкция или восстановительная работа здания на берегу Тагильского пруда. Демидовская или Матильдина дача называют этот особняк. Расскажите, когда было принято решение о его восстановлении? Как будет выглядеть вообще это здание? Ну, во-первых, решение было принято в четвертом квартале, в конце четвертого квартала. Как она будет выглядеть? Есть эскизы и чертежи того периода, когда она строилась. Очень интересный, оригинальный, со своей историей, если хотите, со своими легендами. И по этим чертежам, по этим эскизам будет восстанавливаться это интересное и удивительное сооружение. Которое имеет свою очень необычную историю. И мы планируем закончить эту работу к сентябрю с восстановлением в том числе и парка или сада возле этого дома. То есть дача приобретет первоначальный облик, да? Мы рассчитываем, что им будет именно так. А также мы рассчитываем на успех за счет привлечения тагильских умельцев, которые умеют работать и с металлом, и с деревом. Что будет находиться внутри здания? Внутри здания будет, прежде всего, находиться музейная экспозиция. Действительно, помещений не хватает демонстрационных. Но история, картины, документы, я думаю, это то, что будет интересно посмотреть всем тем, кто будет посещать. Оно будет открыто для посещений. Всем тем, кто будет посещать это здание, этот дом. Надо сразу сказать, что Тагил обладает уникальными экспонатами, документами. И я это услышал, и мне было это очень приятно слышать, когда во вторник проходили учения по ГОО и ЧС на полигоне Старатель. И в рамках программы, если хотите, культурной программы, главы муниципальных образований Свердловской области посетили наш краеведческий музей. И при встрече, в личной беседе они высказывали слова восхищения и благодарности за то, что такой визит организовали. Они узнали для себя очень много интересного. И они, еще раз хочу сказать, восхищены теми уникальными ценностями, которыми обладает Нижний Тагил. Их надо демонстрировать, их нужно показывать. Ну и продолжая тему сохранения исторического наследия. На заседании Городостроительного совета на этой неделе шла речь о том, что появится на месте снесенного здания по адресу Ленина 5. Один из руководителей строительных компаний предложил восстановить полностью первоначальный облик здания. Прошло ли вот это решение? Ну не совсем так, наверное. На Городостроительном совете была очень интересная дискуссия. Как должен выглядеть микрорайончик или небольшой район по улице Уральской. Это действительно еще чудом сохранившиеся здания, чудом сохранившаяся история города. И вот дальнейший облик этой территории, он важен, я думаю, для города, для жителей. Была дискуссия, как эта территория должна сочетать модерн вместе с, скажем так, созданиями 18-19 века. Или все-таки мы, да, с помощью или используя современные материалы, постараемся восстановить облик этого микрорайона, который был вот первоначально. Это купеческие дома или это различные, скажем так, уровни и качества, но все-таки такие крепкие, добротные. Или это вот некое сочетание модерна и вот наших, может быть, на данный момент не очень хорошо выглядящих старинных зданий. Но есть разные позиции и у архитекторов, которые видят все-таки что-то, так сказать, кричащее, новое, модерновое. И, как говорится, музейщиков, которые хотели бы видеть все-таки небольшой микрорайончик, видеть, так сказать, старинного облика, который так или иначе соответствует истории и исторической цепочке, значит, и провианские склады, и наш музей краеведческий, бывшее заводоуправление Демидова. И вот этот микрорайон в районе Уральска. Ну, то есть, во время обсуждения не договорились, каким будет вот облик вот этой части города исторической? Может быть, ваше личное мнение? Ну, есть разные мнения, значит, на этот счет. Я попросил все-таки подготовить обоснование и в споре она рождается истинно. Но я хотел бы отметить, что все-таки решение по облику этого микрорайона было принято ранее. И это решение было в пользу именно исторического облика. Так или иначе, воссоздать. Да, а эти дома не должны быть полуразрушенными, старыми, обветшалыми. Но нужно их или реконструировать, или на месте фундаментов построить новые. Но в облике той эпохи, которой все-таки этот микрорайон соответствует, и мы хотели бы его сохранить. Решения такие были. И я думаю, что решение будет в пользу исторического центра. С радостью многие тагильчане восприняли и другое решение градостроительного совета. Не строить в помере Китагил торговый центр, а сохранить там зеленую зону. Что там будет на самом деле? Расскажите, как будет выглядеть вот эта зона? Я хочу сказать, что на протяжении многих лет, вот я с историей градостроительства в Тагиле тоже немножко сейчас уже разобрался. Еще около 20 лет назад на этом месте планировался парк. Были сделаны проработки серьезные, изыскания были сделаны. Там планировался парк изначально. Это было правильное решение. И, к сожалению, это все забросили. Значит, и в погоне, значит, называется за... Зачем, непонятно. Было принято решение. И вот градостроительный совет сегодня, или вернее на этой неделе состоявшийся, он отменил эти решения и принял другое. Опять же, историческое решение, которое закладывалось десятилетия назад. Я думаю, вот это решение правильно. Ну, есть вообще понимание, что там будет? Парк, сквер? Ну, на основании, дано поручение, на основании тех проектов и тех проработок, которые архитектурные, которые были сделаны, значит, с учетом новых реалий, современных реалий, современных технологий, материалов и так далее, то есть проект переработать и представить на рассмотрение. Проект дорогой, значит, потому что он большой, но эта зона может быть, или может стать любимым местом тагильчан. Ну, тем более центр города. На этой неделе вы встречались с руководством Уралтрансбанка и областного БТИ. Встречи эти тоже касались благоустройства. В частности, с руководством Уралтрансбанка речь шла о взаимодействии, о предприятии по разработке месторождений Щебня. Расскажите, о каком месте шла вообще речь? Вы знаете, значит, вот с Щебнем у нас происходит, вот в течение года, я уже наблюдаю, ну, постоянно какие-то события. Как говорится, ты в дверь, она в окно. Вы знаете, Юрьев камень, Антоновская. Сегодня стоит вопрос о гулящих горах, тоже в центре города, лесная зона. Я недавно получил, значит, уведомление, буквально два дня назад, с Министерства природных ресурсов, уведомление или письмо с просьбой высказать свое мнение о выдаче лицензии, размещении конкурса на лицензию о добыче природного строительного камня, Чебень, в районе горы Долгой. Мы только что запустили гордость, трамплины, значит, лучшие в мире, тут же, можно прямо у подножья горы разместить карьеры, щебеночный карьер. Ну, я вчера встречался с председателем правительства Свердловской области, ну, как так, значит, зачастую и работники министерств не знают о событиях, значимых событиях Свердловской области и, я бы сказал, о России, спортивных событиях, что прямо подножья горы, значит, можно сказать, под ногами улетающих лыжников размещают щебеночные карьеры. Но щебенка нужна, а щебенка нужна строителям, дорожникам. Сегодня колоссальный дефицит, который покрывается щебенкой высокогорского горнобогатительного комбината. И, слава богу, мы все-таки нашли или пришли к соглашению с руководством Евраза о, скажем так, учете интересов города. Программы 2013, дорожные программы и программы строительства. Но ее еще раз повторяю, ее не хватает, ее дефицит. И при этом у нас есть уже разработки, да, они в городе также, но они уже существуют, уже карьеры вскрыты, уже работа велась не один год. Это Валегинбор и Зайгора. Работы остановлены, щебенка не идет, люди без работы, идет спор хозяйствующих субъектов. Но при этом, значит, спор он безосновательный, на мой взгляд, и бесперспективный. Есть хозяева лицензии, владельцы лицензии. Это та организация, которая, единственная организация, которая имеет право осуществлять работы по разработке карьера. И здесь мы договорились о сотрудничестве. И те предложения, которые были сделаны Уралтрансбанком, они очень интересные для города. И мной, как главой города, были приняты. То есть, разработка щебня, там, этого месторождения, она продолжается? Они, интересы города должны быть учтены. И я считаю, что в ближайшее время один из МУПов, который заинтересован в обеспечении щебня, в обеспечении своей деятельности, войдет в учредители организации, владеющие лицензией на разработку. И это нам позволит, значит, и контролировать объемы, и контролировать цены. И все это должно пойти на благо города. Еще один вопрос по этой теме. Все знают, что Нижнему Тагилу были выделены немалые деньги. Это и строительство дорог, и детских садов. Сейчас какая работа проводится, чтобы вот эти вот деньги уже в дела реальные превратить? Такая жаркая бумажная работа в рамках ФЗ, федеральных законов, по размещению конкурсов и проведению конкурсов на поиск исполнителей. И мы фактически ее начали уже две недели назад, и в течение, наверное, следующей недели эта работа должна быть закончена. Потому что впереди лето, вы видите, что сегодня температурные условия меняются, и как только земля тает, значит, нужно начинать работать. Потому что объем колоссальный. Ну, как раз в связи с этим есть информация о том, что именно по ремонту дорог очень крупные лоты. И предприниматели, которые не в силах их освоить, вот есть появились у них какие-то вопросы, что скажете по этому поводу? Ну, мы можем с вами и уже сегодня видим, как были освоены деньги по ремонту дорог в прошлом году. Значит, мы не намерены повторять ошибки прошлого. Мы не намерены сегодня доверяться компаниям, которые не умеют делать дороги или не хотят. Мы считаем, что дороги в Нижнем Тагиле должны делать лучшие в этой отрасли, ответственные предприятия, имеющие хороший опыт и собирающиеся работать дальше. Мы будем предъявлять претензии по гарантиям, которые обязаны и давали компании, принявшие участие в работах на дорогах в прошлом году, если будет возможность кому это предъявить. К сожалению, мелкие компании, осуществляющие ремонт одной лопатой, массой темного цвета и притаптыванием ногой этого асфальта, к сожалению, может так оказаться, что взять с них компенсацию можно только черенок от этой лопаты, ну и стертый сапог. Вот этого мы не хотим на будущее для города Нижний Тагил. Мы хотим качественного исполнения работ и хотим иметь возможность предъявлять претензии и заставлять переделывать работу. Потому что, да, все компании, которым будут претензии, я думаю, через суд будут объявлены недобросовестными подрядчиками. Мелкая компания, она перерегистрировалась, значит, лопатой и второй сапог перенесла в другую квартиру и все на этом. А тот, кто крупный, значит, тот, кто имеет имя, я думаю, рисковать не будет. Очень много сегодня разговоров именно о конкуренции, о контроле, о коррупционной составляющей. Вы понимаете, значит, от того, что подряды мелкие или крупные, или деление подрядов на крупные и мелкие, коррупцию не победишь. Победить ее можно только тотальным контролем. Значит, контролем за качеством смет, контролем за качеством материалов. Если хотите за количество, битум надо докладывать в асфальт. Значит, щебень нужно использовать надлежащего качества. Это нужно контролировать. И тогда исполнителю потребуется то количество средств для того, чтобы в полном объеме выполнить заказ, которые заложены в смете. Что хорошего, что мы сегодня имеем бетонные плиты, бетонные плиты, трамвайного настила, межрельцевого пути, которые год не простояли. Что в этом хорошего? Наверное, небольшая организация, значит, непонятно как и где, на какой коленке, из чего делавшие эти плиты. Их изготавливали, значит, наверное, они хотели бы и так же дальше поучаствовать. Но мы не хотим, жители не хотят дальше подобного. Потому что практически большинство работ прошлого года нужно переделывать вновь. А с кого спросить? Спросить может так оказаться, что спросить не с кого. Вот это очень серьезно, и с этим нужно бороться. А так, значит, если ты добросовестный, если ты работу выполняешь качественно, но небольшой, расти, значит, использовать на субподряде, работы очень много, нет вопросов. Но если качество твоей работы, если твоя ответственность соответствует тем требованиям, которые определяются нормативными актами, ГОСТами, ну и, если хотите, просто честностью и порядочностью. Очень жесткий будет контроль за качеством выполненных работ. Значит, я хотел бы, может быть, расстроить всех тех, кто привык, значит, бесконтрольно осуществлять подряды или выполнять работы в городе. Значит, ничего хорошего нету, когда федеральные деньги по ремонту, капитальному ремонту домов были освоены таким образом, пусть небольшими лотами, но таким образом. Что отремонтированную крышу сдувало буквально через несколько дней после подписания актов. Когда, значит, капитально отремонтированные дома, значит, обваливалась, разрушалась штукатурка и так далее и тому подобное. Вот с этими вещами еще не разобрались, а предстоит разобраться, и мы будем разбираться. Значит, стали поднимать акты, значит, они исчезли. Начинает разговор, кто сколько и куда вывозил, на какие полигоны документацию. Будем смотреть, расследовать. Но контроль будет следующим образом. Создаваться комиссии, куда будут входить представители общественности, профессиональные люди и немного, очень немного представителей администрации. Потому что сам СМИ это разработал, сам подрядчика нашел, сам конкурсы организовал, сам себя проверил. Этого не будет. Этого просто не будет. Нравится кому-то, не нравится, жаловаться будут, писать. Через газеты давить, через средства массовой информации. Ну, у нас есть и свобода слова, и свобода печати, ну и бизнес, в том числе и средств массовой информации. Ничего личного, у меня все понятно. Но при этом, я хотел бы заверить граждан, жителей Тагила, мы давлению и шантажу поддаваться не будем. Хорошо, ну и напоследок о событии недели не можем не отметить. Значит, научно-всероссийская научно-практическая конференция «Танкпром 20 век» проходила на Уралвагонзаводе. Вы выступали на ней не только в качестве главы города, но и доктора технических наук с докладом. Речь шла вообще о создании вот такого танкового заповедника в Нижнем Тагиле. Есть ли шанс вообще появиться в таком учреждении у нас? Ну, шанс есть всегда. Значит, первое должно быть идея, желание и целенаправленная, целеустремленная работа над реализацией и идеи, и желания. Но сама еще раз хочу сказать, идея правильная, очень интересная. Потому что Россия и Советский Союз одна из великих танковых держав. Это признано во всем мире. И это труд, работа многих ученых, конструкторов, инженеров. И результаты действительно выдающиеся. Значит, это еще раз повторяю, признано во всем мире. Значит, наши Т-34, наши Т-72, сегодня Т-90. Это символ российского оружия и должное уважение к нему. Это нормально. Это уважение к своей стране, уважение к национальной идее. Если это получится, это будет касаться не только работников Уралвагонзавода. Это и металлурги, это и другие машиностроительные отрасли. Это и просто люди, инженерные кадры, конструкторы и так далее, тому подобное. Было бы здорово. Я думаю, что это было бы интересно любому гостю Нижнего Тагила. Когда у нас проходили соревнования по Первой Континентальной Кубе, то я видел интерес иностранцев к возможности посещения уже существующего небольшого танкового музея, который есть на Уралвагонзаводе. Это всегда интересно. Я думаю, если получится, то это будет здорово. Спасибо за беседу, Сергей Константинович. И остается вам попрощаться только с телезрителями. До свидания. Всего вам доброго. Ну, а у нас на очереди новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Буквально через минуту. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. В эфире итоговый за неделю выпуск новостей спорта. В студии Александр Сальников. Чемпионат России по прыжкам с трамплина выиграла команда из Нижнего Новгорода. Соревнования прошли в выходные на комплексе трамплинов в Нижнем Тагиле. Весомый вклад в победу команды нижегородцев внес Денис Корнилов, прыгнувшим на 134 метра. В воскресенье, в последний день соревнований, дальше него никто прыгнуть не смог. Днем ранее Денис также установил рекорд, прыгнув на 136 метров. Этот результат позволил спортсмену стать чемпионом России в личном зачете. На втором месте командной гонки чемпионата сборная Башкортостана. Тройку лидеров замыкает Пермский край. Сборная Свердловской области, к сожалению, в пятерку сильнейших не попала. На четвертом месте вторая команда из Нижегородской области. Сборная Санкт-Петербурга, в составе которой выступает Алексей Ромаршов, прыгнувший на 133,5 метра, замкнула пятерку финалистов. Добавлю, что в выходные на трамплином комплексе побывали около 3000 зрителей. Тагильчанка Ксения Кокорина выиграла чемпионат России по кикбоксингу. Соревнования завершились в Нижнем Тагиле накануне. Сильнейшие кикбоксеры страны боролись за звание чемпиона и путевку в национальную сборную. 54 региона России представили почти 500 спортсменов, которые боролись за возможность защищать честь России на международных турнирах. Для взрослых это чемпионат мира в Рио-де-Жанейро, а для юниоров – первенство Европы в Польше. Наш регион на соревнованиях представляли 40 спортсменов. У юных уральских кикбоксеров 4 золотых медали и столько же серебряных. Лучше всех из тагильских спортсменов со своей задачей справилась Ксения Кокорина. Тагильчанка не раз защищала честь страны в самом жестком разделе кикбоксинга – К1. И на чемпионате России ей не было равных. В весовой категории до 52 килограммов Ксения одолела всех соперниц. Не исключено, что из числа девушек в составе национальной сборной именно Ксения будет представлять Россию на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Тагильские баскетболисты завершают сезон в высшей лиге. В субботу Старый Соболь проведет серию заключительных матчей, по итогам которых команды распределят места в турнирной таблице. Матчи будут проходить всю следующую неделю в Самаре. Тагильчанам предстоит встретиться с командами из Брянска, Черкеска и Курска. Как рассказал нам главный тренер команды Сергей Ежов, Соболя, к сожалению, уже не борются за чемпионство. Максимум, на что могут рассчитывать тагильчане – это девятое место турнирной таблицы по итогам сезона. Но и за эту позицию нужно будет побороться, считает Сергей Ежов. По словам тренера, в команде много игроков, у которых спортивная карьера только начинается, и они стараются показать свое мастерство соперникам на баскетбольной площадке. В основном в составе команды выступают несколько воспитанников Дю США Старый Соболь. На прошлой неделе, напомню, молодые спортсмены выиграли первенство Свердловской области. Когда Соболя вернутся из Самары, их ждет еще один матч, который можно назвать историческим. На площадке баскетбольного зала нашей команды встретятся действующие игроки Старого Соболя и команда их бывших одноклубников. 20 апреля в Нижний Тагил приедут многие баскетболисты, которые за 20-летнюю историю клуба защищали эмблему Соболей. Подробнее о матче «Звезд» мы расскажем вам на следующей неделе, когда станет известен точный состав команды «Экс Соболей». Кубок губернатора на белой вышел на новый уровень. В этом году соревнования значительно отличались от предыдущих. Параллельно с горнолыжниками за губернаторские кубки боролись и сноубордисты со всей Свердловской области. Когда мужчины и женщины выявляли сильнейшего в гигантском и специальном слаломе, любители покататься на досках тестировали сноупарк на прочность. В субботу сноубордисты соревновались в дисциплине «Слоуп Стайл». Эта дисциплина требует от сноубордистов выполнения серии трюков на препятствиях, расположенных последовательно на всем протяжении трассы. Сноупарк на белой состоит из четырех трамплинов и перил. Первыми на старт вышли юные сноубордисты. Акробатических трюков от них никто не ждал, но малыши смогли удивить зрителей. Все призовые места в младшей возрастной группе заняли сноубордисты из Екатеринбурга, Новоуральска и Верхней Салды. Более опытные рейдеры показали зрителям настоящее шоу. Чтобы победить в старшей возрастной группе, сноубордистам нужно было удивить не только судей, но и самих себя. И тагильчане удивили. Набрав 83,7 балла, Илья Аникин из Нижнего Тагила завоевал серебряные награды Кубка губернатора. Спортсменам из Новоуральска Илья уступил всего два балла. Также среди юниоров отличился тагильчанин Данил Чевардин, занявший третье место. Как рассказал нам министр физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, сноубордисты приедут на белую и в следующем году. По словам министра, прошедшие соревнования можно назвать успешным экспериментом, когда на горнолыжном комплексе проводят соревнования среди горнолыжников и сноубордистов одновременно. В воскресенье в сноупарке сноубордисты выступали в дисциплине Биг Эйр, когда спортсмен делает трюк, прыгнув с трамплина. Подобные прыжки тщательно рассчитываются, чтобы они были затяжными и зрелищными, но в то же время наименее опасными для спортсмена. С красотой падения в этот день у тагильских сноубордистов все было в порядке. Илья Аникин, показавший в субботу второй результат в воскресных соревнованиях, стал первым. Третье место в дисциплине Биг Эйр занял также тагильчанин Антон Саночкин. Данил Чевардин среди юниоров стал вторым, а Никита Клаузер из Нижнего Тагила занял шестое место. На соседнем склоне тагильские горнолыжники также отстаивали честь города. В воскресенье в специальном слаломе наши спортсмены заняли в общей сложности пять призовых мест. Днем ранее в дисциплине «Гигантский слалом» тагильчане завоевали 10 медалей различного достоинства. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете в понедельник из выпуска новостей. Удачных выходных! На этом все. Хороших выходных и всего доброго!